Ты наверняка помнишь такой фильм «Секрет», который лет 15 назад был весьма популярен, он как раз исходя из позиции эго, мне кажется, снят. Именно материальное потребление, когда мы визуализируем все образы, и получается, что все нам приходит. Я очень много об этом фильме думала, и в итоге пришла к выводу, что он, наверное, даже вредный в чем-то, потому что он как раз не раскрывает то, что прежде всего нужно думать с позиции души, а уже потом эго, и тогда приходит уже материальное. Но прежде всего мы должны изменить свое сознание, да? Да, конечно. Несколько лет назад даже была такая шутка, что кризис 2008 года, он же был мировой, он наступил как раз после фильма «Секрет», «Секрет». Потому что все узнали, что можно просто захотеть, визуализировать и получить. То есть все настроились на материальное, но сейчас мы подумаем, нарисуем картинки, повесим, будем на это медитировать, и все будет хорошо. И все стали медитировать, и случился кризис из этого. То есть ресурсов в этом мире не хватило, потому что действительно с позиции эго. С позиции эго там, где, ну, не хватает, там нет энергии, там недостаточно энергии для реализации. С позиции вот все-таки души, когда мы делаем не с позиции «я хочу что-то получить», вот, только получить, забрать, а с позиции и получить, и отдавать закон баланса, вот, тогда начинает работать закон изобилия. То есть из человека, у которого все внутри есть, то есть с позиции души, я обладаю всем ресурсом, который есть у Бога. Поэтому я могу этим делиться. А вселенная, она к нам относится, скажем так, она не видит ни добра, ни зла, она воспринимает нас такими, какие есть. Если у нас есть изобилие внутри, в сознании в нашем, то есть мы готовы отдать, она говорит, у человека есть внутри изобилие, она отражает ему это изобилие, он начинает получать это изобилие. Если человек живет с позиции «я хочу получить», то есть мне не хватает, вселенная отражает ему его состояние. То есть человеку начинает не хватать, и он начинает скатываться вот в позицию, ну скажем так, бедности. Вот, как раз вот на этом философия денег строится. И род… Да, вот как раз мы подошли к замечательному этому вопросу про деньги. Ну давай сначала еще про род закончим, да, а потом про деньги. А это как раз род и деньги, это все вместе. Потому что в этом мире ничего отделить нельзя. Все взаимосвязано, это система, это большая система. И род как раз, смотрите, мы видим. Если мы принадлежим роду, род — это целое. Вот. И если я с родом, то я принадлежу вот к этому целому, к этому резервуару тоже энергии. Потому что энергия души, она идет через род, через родителей. Вот. Род – родители – это тот, кто тебя родили, те, кто является твоим родом. Вот. И если мы связаны через родителей со своим родом, принимаем родителей такими, какие они есть, принимаем дедушек, бабушек, всех помним о них, мы присоединяемся вот к этой энергии, через душу. И у нас есть ресурс. Мы получаем вот эту энергию, которая нужна нам для трансформации, для достижения результатов, и в том числе эта энергия изобилия. Чем больше у человека связь с родом, чем больше у него энергии изобилия внутри, связанной с родом, тем больше она в свою жизнь может привлечь и финансов в том числе. Если мы отделены от рода, а большинство из нас не помнит о роде, когда мы не помним, мы не соединены с этим целым. И когда мы с целым не соединены, мы не можем подключиться к этой энергии рода. Мы не можем ее получать, соответственно, своей энергии не хватает. Это то же самое, смотрите, есть телефон, есть симка, да? Но симка не связана со своей сетью. Я нахожусь в другом регионе, и ей приходится подключаться к другому источнику. То есть мы в роуминге, и надо платить за этот роуминг. То есть надо еще, допустим, какой-то дополнительный ресурс. И мы когда с родом не связаны, нам энергии не хватает, мы начинаем ее получать либо там в коллективе, либо в какой-то религии, конфессии, обществе, в социальной сети. Да, я вот в такой сети, я в такой группе, я в такой группе. Вроде нам хочется к чему-то тоже примкнуть к целому, потому что когда мы одни, мы без энергии. Вот род как раз дает нам тот ресурс, который необходим. И в роду как раз вот эта энергия, изобилие присутствует, если все правильно выстроено, безусловно. Вот таким образом мы сразу подошли, конечно, к теме денег. Да, это одна из таких важнейших тем, потому что мне кажется, что мы в любом случае живем в материальном мире, и даже если мы действуем с позиции души, но все равно нам нужна энергия обмена, которая нам дает деньги, возможности, чтобы мы могли пищу себе даже, даже элементарные потребности. Просто мы надеемся, что наши слушатели, они не находятся на уровне выживания, они находятся на уровне жизни, прежде всего. Но тем не менее, поэтому им обязательно тоже нужна энергия денег. И как же, что же такое денежные программы, и как они связаны? Связаны они с родом, не связаны они с родом, с чем они связаны? С подсознанием. Я думаю, что тут тебе тоже есть что сказать. Да, у меня есть что сказать, и то, чтобы вспомнить по моим консультациям, интересные случаи. Деньги – это тоже энергия, и это живая энергия. То есть, на самом деле, те купюры, которые мы держим в руках, это, скажем так, манифестация энергии денег. Это ее материализованное проявление. То есть, деньги, на самом деле, они либо есть внутри нас, как сознание, как энергия, либо нет. Если у нас достаточно внутри вот этой энергии изобилия, мы начинаем притягивать в свою жизнь деньги. Они просто к нам приходят и не уходят, скажем так. Ну, уходят, но туда, куда надо. Вот, если у нас внутри нет этой энергии изобилия, то есть, у нас есть бедность, то деньги к нам не могут притягиваться, поскольку у нас нет вот этой энергии. То есть, купюры к нам не притягиваются, они не приходят. Мы можем тратить массу сил, посещать массу тренингов, массу всего, делать какие-то там, ну, все, что угодно, но деньги почему-то, либо даже если приходят, то почему-то быстро уходят. Мы видим людей, к которым приходят часто большие деньги, но они у них почему-то не задерживаются, теряются очень часто. И мы видим людей, которые вроде бы, может быть, не так удачливые, и деньги к ним приходят не так много, но почему-то они у них сохраняются и прирастают. Это как раз энергия изобилия внутри. И связано это вот три момента есть. Первый момент, это, конечно, с родом связано, то, что было в роду. У меня были несколько случаев, когда женщина, допустим, у нее была ситуация такая, это в Москве было на консультации, она говорит, ну вот, как-то вот деньги есть, но их почему-то все время не хватает. И когда они приходят ко мне, мне как-то с ними хочется их как-то куда-то деть почему-то сразу. Пристроить сразу, да? Их куда-то надо пристроить. Вот они пока явились, надо что-то пойти купить, чтобы их у меня не было. Вот такая программа. Мы стали разбираться, выяснилось, что ее прабабушка во время революции, это было в Санкт-Петербурге, вот, ее прадедушка хотел построить завод. То есть и скопил достаточно большую сумму денег, она была в мешках у него. Вот, и случилась революция, пришли большевики и сказали, значит, мы знаем, что у тебя есть деньги, давай, в общем, мы хотим у тебя их экспоприировать. Дед, прадед не отдал эти деньги, вот, не сказал, где они, и на глазах прабабушки деда расстреляли. Вот, и представляете, ее чувства прабабушки, то есть из-за денег расстреляли ее любимого мужа, вот, и она, вот эта прабабушка, вот эти деньги сжигала в печке потом, чтобы другие не пострадали, члены семьи. То есть эти деньги, представляете, какая сильная эмоция, убили мужа из-за денег, и сжигать вот эти деньги в печке, которые были заработаны, ну, таким трудом. Вот, то есть вот эта эмоция очень сильная, она не прожита, она очень мощная, она вот действительно на уровне ДНК засела. И человек, который вот в поколении, вот эта эмоция через ДНК, она передается, это так называемые подавленные эмоции, вторичные эмоции, которые связаны с родом, которые мы не осознаем, но они внутри. И вот эта женщина, как правнучка, она, вот у нее вот эта вот программа как раз была, что деньги это какая-то вот, ну, то, что опасно, деньги не надо у себя держать. И только после того, когда проработала вот эту программу, через осознание, через принятие ухода дедушки, ну, такие были времена, через принятие программы бабушки, прабабушки, что вот, ну, тогда это было опасно, сейчас это уже не опасно. То есть, когда мы что-то осознаем, это меняется. И после этого у нее состояние улучшилось значительно, то есть к деньгам она стала относиться нормально. Деньги у нее появились? Да, да, как раз. То есть это решаемо абсолютно. То есть после того, как она изменила свое отношение, осознав вот это все, проработав, то есть в ней пошли деньги. И был тоже у меня случай, когда у женщины тоже вот примерно похожая ситуация, и деньги не приходили, и если приходили, тоже жгли ей руки. И там была четырежды раскулаченная прабабушка. Представляете, ну, то есть коллективизация, то есть бабушка с дедушкой заработают деньги, их раз раскулачивает. Они опять заработают деньги, там увеличат свое добро, их опять четыре раза раскулачивали прабабушку. Что она решила? Она решила, что деньги радости не приносит, естественно, прабабушка, что сколько бы ты их ни зарабатывал, тебя их все равно отберут. И вот эта программа на уровне рода у них работала. После проработки вот этой программы, у нее там небольшой бизнес по тому, как она там торты печет, по-моему, или еще что-то, вот. И у нее очень резко пошли продажи вот этих тортов. То есть, и вот насколько я с ней встречался через год, она говорит, ну, просто говорит, вообще все, ну... Открылась, да? Все открылось. Портал открылся, да? Да, я специально проводил несколько тренингов на тему денег, и после этого у людей реально ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Но это вот то, что связано с родом. Есть второй аспект денег. Это уже то, что непосредственно уже, скажем так, зависит от нас. Если тут от рода зависит, здесь есть позиция такая, что деньги приходят к нам на самом деле через маму. Потому что деньги, как энергия, это женская энергия. Вот для вашей женской гостинины, надо сказать, что женщины вообще-то божественные такие создания, перед которыми я тоже преклоняюсь. И деньги, это тоже женская энергия. Потому что, допустим, вот если взять Индию, да, а ведические здания, то там богиня процветания, изобилия Лакшми. Вчера был как раз ее праздник. Да, вчера был праздник, да. В Индии там все бизнесмены, бизнесмены, они заводили новые счетные книги в этот день, чтобы начать именно со вчерашнего дня, то есть с дня Лакшми. Вот. Так вот, это женская энергия, это божественная энергия. Вообще деньги, богатый человек от слова Бог. Это нормально. Деньги иметь, это нормально. Это богатство. Бог. Бедный от слова «беда». Вот. Поэтому, если правильно мы относимся к деньгам, у нас правильное умное настроение, то деньги к нам должны приходить. Вот. Духовный человек, это человек богатый. Бедный человек, это значит не духовный человек, Потому что он не знает законов денег, он не знает законов божественных, как правильно привлечь энергию изобилия в своей жизни. То есть у него нет необходимых знаний, и его нельзя назвать духовным. А вот богатый человек, если он правильно с ними обращается и знает, его можно назвать духовным человеком, потому что здесь духовные знания. Так вот, мама, деньги приходят через отношение к женской энергии. Как я отношусь к маме, настолько у меня могут приходить в мою жизнь тоже вот эта женская энергия изобилия. А к жене я буду относиться так, как я отношусь к маме. Потому что это опять же родовая программа. То есть все программы закладываются к нам в возрасте до 3-5 лет. То есть в этот момент заполняется наше подсознание. То есть наш жесткий диск, вы покупаете компьютер, туда ставите программу. Потом эта программа по умолчанию работает всю жизнь. Вот ребенок это тот же самый компьютер, в который до 3-х 90% информации до 3-х лет уже закладывается. И потом эта информация, эти сценарии работают по умолчанию. Мы о них не задумываемся, мы их не замечаем, это наша жизнь. Почему? Мы, как правило, не можем поменять свою судьбу, пока не поменяем свою подсознательную программу. То есть судьбу можно поменять только тогда, когда я осознал те моменты, которые были, ну, скажем так, отследил те вирусные программы, которые мешают работе моего компьютера. Правильно. Вот. Один из таких, ну, действительно, корифеев западной психологии, который очень близко подошел к восточной. Вот. И мама это энергия женская. Если с мамой не выстроены отношения, деньги приходить в жизни будут значительно меньше. Вы понимаете, что у вас их не будет, но просто вы бы могли иметь этих денег гораздо больше, если бы у вас были хорошие отношения с мамой. А скажи, пожалуйста, если, скажем, мамы уже нет, да, то возможно ли как-то исправить ситуацию, да, если, допустим, ну, мы же все, в общем, в этом мире живем, у нас не всегда родители живые, да, или у нас есть возможность с ними там общаться по каким-то причинам. Можно ли как-то исправить эту ситуацию для того, чтобы наладить отношения с мамой? Однозначно, да. Опять же, если вернуться к закону систем, то есть в системе ничего никуда не исчезает. То есть мама ушла с физического плана, она оставила свое физическое тело, но ее тонкое тело, ее сознание, оно присутствует, присутствует наша память о ней, наше отношение к ней. Вот. И мы имеем связь, опять же, с ней. И если мы меняем свое отношение, а меняем мы это отношение, то есть на самом деле мы же воспринимали маму. Ну, так или иначе. Ну, очень много у кого, на самом деле, не выстроены отношения с мамой. Даже всех спрашивают, какие отношения с мамой? Мы очень хорошие. Вот. А как вы общаетесь? Ну, вот мы с ней, ну, очень хорошо общаемся. Я говорю, сколько вы, допустим, можете хорошо общаться? Ну, говорит, ну, 2-3 часа, потом почему-то начинается напряжение. Мне хочется уехать из дома. Или по телефону поговорили, а потом уже, если долго, то тоже начинается какая-то ситуация, не очень. И если, допустим, показатель, какие у вас отношения с мамой, сколько вы можете привести с ней? Вот вы выросли, вернулись к маме, сколько вы можете с ней прожить в одной квартире времени? Вот. И какие у вас будут отношения? Это показатель. Вот. Поэтому, если мы осознали ту проблему, ту претензию, а проблема, потому что у нас есть претензии к маме, нам не хватило ее любви, она нас сильно наказывала, она была слишком строга, вот она была слишком холодна, отстранена, вот, или ей было не до меня. А в детском возрасте, ну, у нас тотально не хватало, если уж не качественной любви, то количественной, потому что все зарабатывают деньги, все мне, когда ребенка в садик, в ясли, дедушке, бабушке, и это уже само по себе нехватка любви. Отсюда претензия ребенка, я маме не нужен. Ребенок же не понимает, что маме надо работать, что у мамы дела, там, декрет закончился, еще что-то. Вот. И ребенок чувствует, раз его отдали, а в этом детском возрасте вот как раз программа непринятия мамы и ребенка у него закладывается. Меня недостаточно любят, я ей не нужен. И вот эта внутренняя претензия закладывается, и вот как раз это тоже перекрывает поток изобилия. Нужно увидеть эту программу, снять претензию к маме. То есть, все, что мы предъявляем маме как претензию, перекрывает, а мы не принимаем маму, не принимаем себя. Ту часть себя, вот 50% ДНК, которая во мне мамина есть, если я ее не принимаю, значит, я себя не принимаю. Соответственно, блокируется моя, скажем так, генетическая система, гормоны определенные, опять же, да, срабатывают. Каким-то образом. Самое главное, вот эта женская энергия не принимается мной. А женская энергия, в том числе и деньги, все идентично. Ну, просто это деньги, а это, допустим, связано с мамой, да. И по аналогии, нет энергии женской, нет энергии денег. Ну, или ее мало. То есть, вы бы могли зарабатывать, допустим, зарабатываете там условно 20 тысяч долларов в месяц. Но если бы были хорошие отношения с мамой, то бы зарабатывали 50 тысяч долларов в месяц. К примеру. Скажи, пожалуйста, Рустам, а расскажи, пожалуйста, что ты лично, вот как тренер, как психолог предлагаешь для того, чтобы решить вот эти проблемы? Какие у тебя есть методики? Ну, вообще расскажи про свою практику, чтобы, возможно, наши слушатели захотят к тебе обратиться. Вот, про свою школу консультирования, потому что я тоже думаю, что это очень важный вопрос, и он связан именно с тем, что мы, с темой, которую мы обсуждаем. Ну, в практике выстраивание отношений, их на самом деле... Не, но лично твои методики и то, что ты предлагаешь, да? Я вот именно это имею. Самая главная методика, если ее можно назвать вообще методикой, это принятие. Принятие родителя таким, какой он есть. Вот, то есть снятие претензий. В первую очередь это нужно увидеть ту проблему, которую я предъявляю к маме, да? Ну, в частном, в данном случае, про маму говорим. Вот, к папе это будет связано с мужчинами, с мужской энергией. И папа это энергия удачи. То есть, если в вашей жизни нет удачи, то это, как правило, с папой отношения не выстроены. Вот, мама это успех и финансы. И практика, как выстроить отношения с мамой, она на самом деле, вот именно увидеть, в чем, какую претензию я предъявляю к маме, это главное, увидеть эту проблему. Вот, и понять, что вот то, что я предъявляю к маме, то, что я не принимаю в маме, на самом деле, я не принимаю в себе. Дело в том, что наше сознание работает таким образом, то, что я вижу в других, я вижу в других только то, что есть у меня внутри. То есть, иначе бы я этого не видел. Это закон подсознания, закон бессознательного. То, что есть в моем сознании, я буду это замечать. Это как эффект красной Тойоты. То есть, я купил себе красную Тойоту, и первое время я езжу, замечаю только красную Тойоту в городе. Остальные машины я не замечаю. Точно так же здесь, если у меня есть проблемы, я буду видеть это в маме. То есть я пришел в эту семью не случайно. Я пришел не случайно к маме. Если она меня недостаточно любила или недостаточно, допустим, со мной хорошо обращалась, это не значит, что мама плохая. Это значит, что я пришел согласно своей программе именно к такой маме, чтобы эту программу проработать. И моя благодарность маме за то, что я увидел через нее свою программу. И когда я вижу эту программу и начинаю принимать маму такой, какая она есть, я перестаю предъявлять к ней обвинения. Как только я перестаю обвинять маму, я снимаю свою претензию, я ее принимаю такой, какая она есть, я себя начинаю принимать таким, какой я есть. То есть это качество я в себе тоже начинаю принимать. И начинаю понимать, что я пришел в этот мир для того, чтобы это качество изменить и проработать. Как можно первокласснику ругать себя за то, что он не может решить сложные задачи? У него просто стоит задача решить что-то. Вот так же и мы пришли что-то решить, что-то изменить в своей жизни. И у многих этот комплекс непринятия себя, низкая оценка себя, самооценка, она идет от того, что как раз мы в чем-то себя не принимаем. А то, в чем мы себя не принимаем, мы начинаем видеть в других людях и предъявлять к ним за это претензию. И вот как раз к маме, когда снимается вот эта претензия, она снимается к себе, вот этот поток, поток родовой энергии. И мы начинаем получать. Я, кстати, могу, если у вас есть буквально 1-2 минуты, сделать практику, чтобы вы могли почувствовать на себе. Да, конечно. У нас еще есть, Миша, у нас еще есть, наверное, минут 5-7, да? Ну, примерно, да. Да, и мы давай с удовольствием проведем практику. Я думаю, что это очень интересно и здорово. Потому что для меня, в общем-то, я практик. У нас стоит центр называется «Практик-центр», Руна. Потому что для нас главная практика, и практики должны быть простые. Потому что простые практики дают хороший результат. Сложные практики не дают хорошего результата. Потому что у Бога все просто. По росту. По росту, это, если взять русский язык, по роду стоящие. Как раз с родом связанные. То, что уже наработано. И вот род как раз, это та сила, которая может изменить нашу жизнь. Мы можем получить силу и поддержку рода всегда. Если помним о нем, мы обращаемся к нему. И этот ресурс мы можем использовать на преодоление любых проблем. Потому что все проблемы, которые перед нами поставлены, они все решаемы. Потому что Вселенная, она разумна и дает нам только то, что нам необходимо решить. Тут абсолютно все, как в компьютере, точно, математически. Мы получаем только те задачи, которые нам необходимо решить. И род дает силу. И вот сейчас я просто, вот скажите про себя, вот такую вот фразу, эта фраза, она должна прозвучать не на уровне ума, потому что ум это эго, а на уровне сердца, там, где хранится наша душа. Вот все, что я имею в своей жизни, все, чего я достиг, я имею в том числе и благодаря роду. И вот мысленно поблагодарите сейчас род. Вот вспомните просто, вы можете не знать их фамилии, не помнить их лица, но вы можете почувствовать за своей спиной вот сейчас как минимум 7 поколений. Это 125 человек. Почувствуйте за своей спиной сейчас 125 человек, людей, которые не посторонние, которые заинтересованы в вас, как в представителя рода, от которого зависит следующие 7 поколений. И почувствуйте вот эту силу, которая за вашу. Ну и скажите, вот все, что я имею в своей жизни, это благодаря, в том числе и благодаря вам. Все ресурсы, все знания, все наработки рода я использую. И я вам за это благодарен. Удивительная практика, потому что я просто вот за тобой повторила мысленно, и я сразу почувствовала изменения. У меня прямо мурашки пошли по спине, и ощущение очень сильной поддержки и энергии. Это реально очень сильно работает, на мой взгляд. Анастасия, я много раз делаю эту практику, опять же доказательная психология и вебинарные практики. И это работает всегда, когда мы реально настраиваемся на свой род. Мы всегда можем получить силу и поддержку рода. Вот у меня сын, он учится в институте физкультуры. Когда я ему рассказал про это, когда мы с ним провели вот такие практики, он говорит, даже вот в спорте я занимаюсь, допустим, и чувствую там цилирование, у меня сил уже нет. Я просто обращаюсь в этот момент к роду, у меня тут же второе дыхание открывается, и я прям реально физическую силу начинаю ощущать. Вот даже вот на таком простом уровне. А мы всегда можем это реально получить. Это благодарность роду. То, о чем мы помним, помнит о нас. То, о чем мы не помним, вернее, о ком мы не помним, не может нам помочь. Потому что тут это как раз коннект, связь. Есть связь с родом, помню о роде, род помнит обо мне и может дать эту энергию. Не помню, симка заблокирована. Мне очень нравится твоя аллегория, прям замечательно, особенно для современного человека. Это очень сразу становится понятно. Рустам, вот у нас уже чуть-чуть мы почти заканчиваем наш эфир. И, пожалуйста, ты пару слов расскажи просто о своем коучинг-центре, о программах, которые ты проводишь для людей, чтобы они могли к тебе приходить. И мы надеемся, что наша передача, она поможет как раз тебе обрести новых учеников и последователей. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ты пару слов буквально рассказал именно о том, что ты делаешь лично, какие тренинги и вебинары ты проводишь. Ну, да, мы работаем в интернете. И наша задача тут, может быть, не коучинговый центр, потому что, более правильно сказать, тренерский центр, школа, в которой мы учим как раз, как изменить вот эти сценарии, и как их увидеть в первую очередь, как найти этот сценарий, как его быстро и легко проработать, потому что по роду практики очень простые на самом деле. Там нет ничего сложного. И мы учимся прорабатывать, изменять свою жизнь, достигать результатов, достигать определенных целей именно с точки зрения божественных законов. То есть, если человек программист, он знает, как работает интернет, компьютер, он быстро может его настроить. Вот мы занимаемся тем же самым, только в сознании. Мы настраиваем согласно закону Вселенной свое сознание, учимся этому. И в нашей школе слушатели, они уже начинают прям в школе консультировать друг друга, прорабатывая программы. И за два с половиной месяца, по большому счету, прорабатывается большинство основных программ, и у человека нарабатывается опыт уже внутри школы. И он уже выходит готовым, по большому счету, консультантом по вот таким программам, по родовым программам, по финансовым программам, по достижению успеха, результата. То есть, он готов к тому, чтобы помогать другим. Не меняя их, а помогая людям осознавать то нарушение законов, которые они допускают. То есть, нужно просто показать. Смотри, есть правила дорожного движения, вот здесь ты нарушаешь вот эти правила. Ты просто начни их выполнять, увидь вот здесь твои ошибки, и твоя жизнь уже будет без аварий, без штрафов, без проблем. Ну, если коротко, вот так, наверное, сказать. И результаты, ну, они реальны. То есть, вот выпускники нашей школы, уже вот больше ста человек проучилось, мы с лета буквально. То есть, до этого я проводил это вживую, то есть, на уровне тренингов. Сейчас мы это делаем через интернет. И результаты очень хорошие у выпускников. Да, я знаю, что у тебя основная цель и задача жизни – люби всех и служи всем. Поэтому это, наверное, и в своих практиках ты это активно демонстрируешь. И я хотела бы произнести, я хотела бы повторить адрес вашего веб-сайта. Это pc-runa.ru. Это веб-сайт «Практик-центр Джуна», в котором можно узнать все тренинги и программы, которые проводит Рустам. И также я знаю, что если подписаться на рассылку вашего сайта, то можно получить вашу замечательную книгу по роду, да? Да, электронную версию этой книги мы с удовольствием ее дарим, потому что такие знания, они должны быть у людей. Это то, что было потеряно и сейчас восстанавливается. И действительно наша задача принести людям благо, потому что когда мы выстраиваем, мы отдаем от души другим, вокруг нас выстраивается микромир, вот такой микромир счастья, скажем так, гармонии. И мы начинаем жить вот в этом микромире. И другие люди тоже начинают делиться, отдавать вот эту хорошую информацию, хорошие знания. И вокруг них тоже начинает вот этот микромир, скажем так, гармонии и счастья выстраиваться. Ну и как бы вот это наша задача, нести людям добро. Вот насколько я понимаю, ваше радио как раз этим тоже занимается. Мы с вами в одном направлении. Совершенно верно. Ну, наша программа вообще-то уже подошла к концу. Мне хотелось бы поблагодарить, ну, во-первых, автора и ведущую программы, женская гостиная Анастасию Хручинскую, ее гостя Рустам Хамитов, который был ей сегодня в эфире. Ну и мы в следующий раз встретимся опять уже, наверное, с новым гостем. Но Настя нам об этом напишет в Фейсбуке. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Михаил. Спасибо вам большое, Михаил. Спасибо, Рустам. Было очень приятно с тобой пообщаться, как всегда. Спасибо. Всего вам хорошего. Всего доброго. До встречи. До новых встреч. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин